Айхальский карьер юбилейный Каких успехов добился карьер за уходящий 2016 год? Можно сказать, что 2016 год в целом для карьеры был благоприятным. Показатели карьера в 2016 году будут выполнены на 100%. То есть как по вскрыше, так и по добыче. Но можно отметить, что во втором квартале наш коллектив занял первое место среди трудовых коллективов Айхальского ГОКа в трудовом соревновании первого уровня. То есть была выделена сумма для поширения коллектива. Известны ли показатели общего объема добычи и сколько тонн руды за год выполнен ли план? Да, на план на 2016 год был 5 миллионов 700 тысяч тонн руды. И вот по итогам 11 месяцев и ожидаем 12 месяц, то есть выполнение будет на 100%. Также по вскрыше 10 миллионов 950 тысяч метров кубических тоже ожидаем выполнения 100%. То есть с небольшим может быть перевыполнением мы закончим 2016 год по всем показателям. При планировании года все факторы рассматриваются. Количество оборудования погрузочного, то есть бурстанков. И если грамотное планирование произошло, то есть если факторов никаких мешающих, как говорится, нет, то мы выполняем план. То есть у нас сейчас погрузочного оборудования достаточно. Сейчас парк постепенно обновился практически полностью экскаваторов, поэтому оборудование новое. Коллектив опытные машинисты, поэтому мешающих таких факторов, как говорится, негативных у нас нету, поэтому выполняем план на 100%. По текущему проекту, по проекту у нас отработка карьера рассчитана до 34 года включительно, до отметки минус 100 метров, то есть глубина карьера составит 720 метров. Это вот перспектива нашего карьера. Постепенно, да, производительность карьера будет падать, ну, соответственно, и численность будет потихонечку тоже сокращаться. Но сейчас в компании рассматривается вопрос, пока еще решение не принято, о дальнейшей отработке трубки юбилейной подземным способом. У нас проект там на 720 метров открытым способом, а сама трубка подсекалась до километра 300, то есть дальше не экономически, не телесообразно углублять карьер. То есть дальше рассматривается вопрос о целесообразности, то есть будет экономически выгодно или нет, потому что строительство рудника очень дорогостоящее, как бы и все за и против сейчас взвешиваются, то есть приступить к строительству рудника или нет. А так, конечно, продление сразу на лет 30, наверное, тогда жизни, деятельности нашей карьеры получается, ну, то есть, соответственно, рудника уже. А какое новое оборудование закупили для карьера и какие новые технологии внедрили? В этом году уже четвертый экскаватор 15-кубовый ЭКГ-15М у нас поступил, то есть практически уже два экскаватора у нас осталось старого образца ЭКГ-15. То есть поступил у нас 5-кубовый экскаватор Липхерн, компанию он закупался чисто для зачистки БЕРМ, чтобы обезопасить карьеру от камнепадов. Также могу сказать, что в этом году запустили мы автовесовую, сейчас вся руда, которая идет на фабрику, идет через весы. Буквально на той неделе был запущен кабина дистанционного управления станком, атлоскопка, питвайпер, что позволяет на бесприсутствие машины, ну как и машинист на дистанционном управлении, управляет полностью всем процессом бурения. Компания была закуплена, эта кабина чисто для работы в опасных зонах, чтобы исключить попадание людей в эту опасную зону. Также могу сказать, на следующий год у нас поступление много будет техники новой. То есть планируется поступление большого погрузчика 16-кубового КАТ-993. И маленького погрузчика 5-кубового, тоже фирмы КАТ-988. Также планируется у нас на следующий год обновление трубоукладчика на хвостохранилище фабрики 14. Нового должен поступить. Смесительно-зарядная машина новая на базе «Вольво» должна подойти в следующем году на пункт подготовки эмульсионных ВВ. И ожидаем поступления дизельной передвижной электростанции для перегона электрических буровых станков. Как бы парк постепенно обновляется и позволяет нам бесперебойно работать, как говорится. Сотрудничает ли карьер с алмазодобывающими компаниями из других городов или стран? Ну, периодически наши специалисты посещают другие карьеры, как и наши компании «Нюрбинский ГОК». Часто и они к нам приезжают, по обмену опытом мы к ним. Так и другие горнодобывающие предприятия России посещаем. Вот Кавдорский ГОК, Кемеровский Разрез ездили, специалисты смотрели. Такие поездки очень полезны, потому что в разговоре со специалистами своего уровня мы меняемся опытом, обмениваемся. Что у них хорошего, что у нас хорошего. То есть достаточно полезные такие поездки. Что нового запланировано на будущий 2017 год? На следующий год у нас запланирована совместно СУКС, отсыпка автодороги на узел закачки рассолов. То есть у нас в перспективе насыщенные рассолы будут появляться на нижних горизонтах карьеры. И по экологическим требованиям мы должны их захоранивать в пустоты земельные. Начинаем мы с строительства, с УКС, начиная с строительства. И мы должны будем отсыпать дорогу за Марху, на ту сторону Мархи. Таких основных больше помимо закупки нового оборудования перспектив не предвидится на 2017 год. Сколько новых специалистов начали работать в этом году на карьере и какие профессии преобладают среди новых специалистов? Как я уже говорил, постепенно производительность карьеры, уже пик мы перешли, постепенно производительность карьеры у нас снижается, соответственно тянет это за собой снижение рабочих. Поэтому как бы сейчас у нас коллектив, ну штатное расписание полностью заполнено, вакантных мест нет. Ну коллектив сейчас у нас подобрался опытный, молодых специалистов последний год не поступало. У нас как бы сейчас пока и необходимости такой нет у нас опытные мастера, инженерно-технические руководители. Ну коллектив подобрался у нас сплоченный, дружный. Сейчас вот приступили, как сказать, к репетициям, подготовке к творческому отчету. То есть такое тоже как бы значимое, я считаю, как бы мероприятие, которое позволяет коллективу сплачиваться. Ну и таланты выявляем среди своих работников. Основные у нас такие специальности, это машинист экскаватора, машинист буровой установки. Ну это вот такие две основные, как говорится, специальности. Вот. Ну где-то средний возраст 45-50 лет, наверное. Можете ли вы сказать, каких рабочих на карьере больше, айхальцев или приезжих? У нас все работники проживают в поселке Айхал. То есть как такового вахтового метода у нас в карьере не используется. То есть все местные жители, которые уже давно работают и живут в поселке, то есть они активный образ жизни ведут в поселке. Также принимают участие в спортивных соревнованиях, культурной жизни поселка тоже у нас. И многие, кто занимается и пением, и танцоры есть. То есть разноплановый, так сказать, коллектив у нас. На ваш взгляд, насколько значим карьер для поселка? Любой руководитель предприятия, наверное, думает, что его предприятие самое значимое в поселке. Но если серьезно говорить, то карьера юбилейная не только в поселке, но и в целом по компании, одно из самых крупных предприятий. Поэтому, а если сейчас еще и решится вопрос о подземном руднике, как говорит наш директор Равиль Шамильевич, это политический вопрос, это продление жизни нашего поселка. И в рамках завершения нашей беседы, что бы вы хотели пожелать рабочим в наступающем 2017 году? Ну, пользуясь случаем, как говорится, хотел бы поздравить коллектив карьера юбилейный, да и не только коллектив карьера, но и всех жителей поселка с наступающим 2017 годом. Пожелать в первую очередь здоровья, счастья, семейного благополучия, достойной заработной платы, ну и всего самого, как говорится, наилучшего. Спасибо вам за интересную и познавательную беседу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова